Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Выставляют бутылки пятилитрушки, чтобы забронировать себе въезд-выезд. Бутылочный паркинг. Когда бескультурная борьба за парковочные места вредит не только автомобилистам, но и имиджу курорта. Подсушивается изделие и передается уже художнику на роскошь. От античности до современности. Чудеса керамического искусства открыла уникальная выставка в Краевическом музее. Старались из-за тех сил. Команды достаточно сильные, потому что они съезжались из-за всей России. Битва профсоюзов. Волейболисты со всей России принимают участие в первенстве профсоюзных организаций в Анапе. Курортный сезон в самом разгаре. На социальные объекты города существенно увеличилась нагрузка. Горячая пора сейчас и для Анапского многофункционального центра. Только с начала года там обработали более 140 тысяч обращений. И, как говорят специалисты, это еще не предел. 2000 человек в день. Это своеобразный рекорд Анапского многофункционального центра. Шесть дней в неделю, без перерыва, здесь обслуживают жители и гостей курорта. Как рассказал руководитель МФЦ, в летний период количество обращений увеличивается в 2-2,5 раза. Сегодня в центре можно получить помощь по 287 услугам. Самые востребованные услуги на сегодняшний день – это переход права собственности, это работа с Пенсионным фондом Российской Федерации, это работа с Росрегестром, с Кадастровой палатой, а также с Федеральной миграционной службой. Во время вот сейчас проведения чемпионата мира по футболу в Российской Федерации нашим многофункциональным центрам принято более 2,5 тысяч заявителей с просьбой о временной регистрации и о регистрации, скажем, в наших органах Генеральной миграционной службы для посещения футбольных матчей и участия в проведении этого чемпионата в качестве болельщиков. Несмотря на увеличившееся количество клиентов, работа отлажена бесперебойно. Электронная очередь оптимизирует поток. На приеме граждан работает 38 человек, среднее время обслуживания – 15 минут. Однако индивидуального подхода никто не отменял. Где требуется больше времени, специалисты его предоставляют. Обращаются по разным услугам. Это и детские сады, и регистрация права, и прописка очень много. Те, кто приезжает с других регионов, прописываются у нас на постоянном месте жительства, на временном месте жительства. Есть сложные моменты, когда приходится потратить, например, как на пенсионный фонд на материнский капитал. Мамочки пишут очень долго заявление, соответственно, долго уделяем им время на это. По словам специалистов, посетители не жалуются, ведь для них здесь созданы все условия – просторные залы, комфортные кресла, кондиционеры. Услугами ФЦ пользуюсь не первый раз, оцениваю работу положительно. Добавить нечего, здесь хороший большой просторный зал, работают кондиционеры летом, персонал вежливый, вовремя обслуживают. 27 июля в России отметят День работников многофункциональных центров, предоставления государственных и муниципальных услуг. Однако свой профессиональный праздник специалисты Анапского МФЦ проведут, как всегда, на рабочих местах. Только по предварительным данным, к концу года им придется обработать более 300 тысяч обращений. Руслан Душевский, Анапа. В городе-курорте продолжается ремонт дорожного покрытия. По плану текущего года будет обновлено 16 километров дорог во всем муниципалитете. По многочисленным обращениям жильцов переулка Спасково, их улица стала одной из первых в списке. Подрядчик уже завез строительные материалы и приступил к работе. Переулок Спаски – один из участков с проблемным дорожным покрытием. Когда-то давно здесь был асфальт, но со временем дорога превратилась в полосу препятствий. По словам дорожников, ремонт займет не больше двух дней. Уже на этой неделе жители смогут проехать по обновленному дорожному полотну протяженностью 600 метров. Данная дорога будет выполнена в асфальтобетонном исполнении. В принципе, организация начала вовремя, от графика она не отстает. Дороги ремонтируют не только в городе, но и в сельских округах. Планируется отсыпать 12 километров дорог гравием и заменить 4 километра асфальтобетона. Коснется ремонт и тротуаров. Отмечать места для стоянки частного транспорта на муниципальной земле запрещено. В муниципальной контроле коммунальщики ведут мониторинг такого рода нарушений. Различные устройства потребуют демонтировать, цветники отодвинуть, а пятилитровые пластиковые бутылки попросту выкинут, так как на дороге они являются мусором и портят внешний облик курорта. Улица Крымская. Специальная машина собирает мусор. Вместе с ним в кузов отправляются бутылки с водой. Негласное правило. На этом месте нельзя парковаться. Выставляют бутылки пятилитрушки, чтобы забронировать себе въезд-выезд. Мы их вывозим с периодичностью, то есть ежедневно с утра забираем эти бутылки, пустые тары, либо что выставлено, даже баллоны бывает выставляют. От машин мы использовали баллоны. Вода чистая, иногда подкрашенная. Анапчане импровизируют. Есть те, у кого дворовая территория занята гостиничными номерами, а парковаться нужно не только самим, но и держать место для гостей. Только основная проблема в том, что частная земля заканчивается ровно за забором. За ним пешеходная зона, муниципальная территория, как и газонная часть. В конце прошлого года муниципальный совет принял постановление, согласно которому на таких территориях запрещается установка любых ограждений. Управление муниципального контроля и управление жилищно-коммунального хозяйства сегодня ведут конкретную работу по демонтажу данных ограждений и конструкций. А также мусороборочная компания будет собирать все пластиковые бутылки, которые сегодня портят красивый вид нашего города. Один из дворов в центре города. Представители территориального общественного самоуправления признаются, что сами еле сдерживаются, чтобы не установить несколько парковочных барьеров. На совете жители решили, что часть мест будет закреплено за инвалидами, однако по факту они всегда заняты. Кто-то приезжает на работу, кто-то по делам, есть и автомобили отдыхающих. Например, как вот в Кисловодске я был, там в город не заедешь, за городом стоит бесплатная автостоянка, подходят туда такие чартерные маршрутки и забирают людей определенно через каждые полчаса. Вместе с тем, достаточно часто бутылку с водой или иной вариант можно увидеть напротив ворот частных домов. Парковаться там, как и у любого другого выезда, запрещено правилами дорожного движения. Тем не менее, собственники страхуются. Возможно, если хозяева, соседи и гости начнут больше думать об интересах друг друга, сама собой отпадет необходимость и в ухищрениях, а возможно даже и в таких вот надписях. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Муниципальные службы приводят в порядок проезд между 60-м и 62-м домом по улице Горького. Об этом попросили местные жители. Материалами помог депутат. Работы идут полным ходом. До этого здесь была низина. После дождей она наполнялась водой и было сложно пройти до подъездов. Благоустройством занимается предприятие «Ремстрой». Материалы предоставил депутат муниципального совета Сергей Дорохов. Параллельно специалисты водоканала меняют старую металлическую канализационную трубу на новую, пластиковую. Это решит проблему жителей частного дома, который находится рядом во дворе. В отделе краеведения Анапского археологического музея открылась выставка, посвященная кжельскому промыслу. Она проходит в Анапе 50-й раз и пользуется большой популярностью у гостей и жителей курорта. На экспозиции представлены работы более 20 именитых мастеров России. Посуда, сувениры, предметы домашнего обихода и даже картины. Бытует мнение, что техника кжельской росписи давно устарела. Однако молодые мастера идут в ногу со временем. Традиционный стиль дополняют модными идеями. В итоге получается, например, вот такой стильный аксессуар для смартфона. Кжельские умельцы стараются быть современными, учитывать все желания потребителей. И сделали вот такую очаровательную подставочку для телефона. Мышка не даст телефону упасть, ну и волшебный кот, конечно же, будет охранять его. Ну и в основе этого изделия, конечно же, классическая кжельская роза. Кжельский промысел достиг своего пика развития в конце 18 века. Это изделие традиционного русского искусства из фарфора с ручной росписью. В технике кжель создавали даже картины. Мелкой майоликовой пластикой на фарфоровой тарелке или листе изображали сцены повседневной жизни, пейзажи и крестьянские дома. Мы сюда пришли, внучка учится в школе, чтобы развивалась, узнавала новое. Первый раз услышала, что оказывается сначала черная окраска, а потом, когда уже ее покрывают, как называется это, она становится синенькая, даже не знала. И действительно, в сыром виде изделия отличаются от конечного результата. Все детали изготавливаются способом литья. В форму заливается масса белой глины, шликер, после чего сувенир отдают на обработку. Вот это сформированное изделие называется бисквит, но он и похож на бисквит. Подсушивается изделие и передается уже художнику на роспись. Роспись осуществляется кобальтом, краситель кобальта, вот такого черного цвета. И только в результате температурного обжига, температура обжига очень большая, 1100 градусов, кобальт переходит вот такой ярко-синий цвет. Экспозиция будет работать до конца лета. Создать свой собственный сувенир смогут и посетители музея. В августе на выставке стартуют мастер-классы по кжельской росписи. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. В спортивной школе «Виктория» проходит первенство профсоюзов России по волейболу среди команд юношей и девушек. Соревнованиям уже 20 лет, 15 из которых проходят на спортивных площадках Анапы. За ходом волейбольных баталий наблюдали наши корреспонденты. Такие пушечные удары анапских волейболисток отразить не просто сложно, а практически невозможно. Анапа вновь принимает первенство профсоюзов России по волейболу. Астрахань, Кисловод, Челябинск, Мытища. География охватывает всю Россию. В этом году на турнир приехали более 300 спортсменов. Уже после первого круга анапская команда выходит в число фаворитов турнира. Канада, Анапа уверенно выступала в турнире. У них хорошо получилась подготовка. И все, они по младшему возрасту выиграли первое и третье место. По среднему возрасту, по 2005, выиграли второе место. Плюс девочки заняли второе место в среднем возрасте. Анапские волейболисты – одни из лучших в крае. Последние годы свое превосходство доказывают и на всероссийском уровне. По словам самих спортсменов, достигать высоких результатов помогают не только упорные тренировки, но и умение работать в команде. Старались из-за тех сил. Команды достаточно сильные, потому что они съезжали из-за всей России, чтобы играть, наигрываться, выигрывать соревнования. Но мы оказались сильнее за счет нашей наигранности. За счет того, что мы много ездим за соревнованиями. Это все команды дух. Это главное. Потому что поссориться на площадке – это очень плохо. И поэтому нужно поддерживать. В итоге анапчане заняли лидирующие позиции в пяти возрастных категориях. Однако противники в этот раз серьезные. Высокая конкуренция выявила и слабые места команды. Отметить хотелось бы, конечно, стабильность в общей игре. Но немного у нас не хватает игры на блоке, потому что ростовых данных особых нет. Вот надо поработать над блоком. Вот мы с Челябинском сейчас сыграли. И там чувствуется сразу, что мы не готовы к такой игре, какая у них. Быстрая, на сетке, блок нужен. Вот есть над чем поработать, во всяком случае. Хоть мы и играем сейчас как лидеры, но есть над чем работать. После этих соревнований у анапчан будет несколько месяцев для тщательной подготовки. Впереди первенство Краснодарского края по волейболу, которое пройдет уже этой осенью. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.